Этот рисунок можно вязать несколькими вариантами. Можно брать пряжу разной толщины, но одного цвета. Видите, у меня две рыжих, один акрил и один ирис. Получается один эффект. Сейчас я вам провяжу таким же ирисом, но белого цвета, контрастный цвет. Будет другой эффект. Если я возьму, например, два разных цвета, у меня будет третий эффект. То есть эффект может быть абсолютно разный от того, какую пряжу, какого цвета мы выбираем. Главный принцип вязания. И как вязать? Для вязания я взяла линейку 2 к 6, то есть 2 зубчика. У меня в переднее нерабочее положение уходит, 6 работают. 2 зубчика в переднее нерабочее положение, 6 работают. Если у вас линейка другого сечения, пользуйтесь таким же принципом, но другой линейкой. В принципе, тут не так это важно. И ориентир. То есть можно делать, конечно, 10 петель раппорт, можно 5 петель. Кто как. Я ориентировалась только на эту линейку. Вот линейка есть, по ней я и вяжу, чтобы даже и не думать. Ориентиром у меня служит нулевая петелька, нулевая платинка. Вы можете поставить любую петлю. Если вы вяжете большое изделие, просто отметьте эту петельку. Наклейте на нее бумажку или пластырь кусочек. Вы доходите в первом раппорте до нужной вам петельки. Берем линейку. Я дошла до моего раппорта. Вот здесь вот у меня эти две петли сейчас не работали. Я беру следующие, вторые. Веду рисунок. Видите, у меня рисунок шел вправо. Сейчас я его поведу влево. Только что у меня не работали крайние две петельки относительно моей нулевой платинки. Беру вторую пару и пробую контрастную нить. Четыре ряда. Ставлю все в рабочее положение. Два ряда с толстой ниточкой. На всех-всех иголках. Так, опять беру линейку два к шести. У меня только что не работали вот эти две иголочки. Значит, я беру следующие. И оптом их всех две. Тоненькой ниткой. Четыре ряда. Не провязывая четыре, вяжите два. У вас будет просто немножко попроще рисунок, но хуже, может, не очень станет. Все надо пробовать. Два ряда на всех. Беру следующие. Последние две иголки. У меня видны вот здесь вот протяжки такие вот. Хорошо видно. Не перепутайте. Какие у меня иглы только что не вязали. Беру следующие. Четыре ряда. Ставлю в рабочее положение два ряда на всех толстыми ниточками. Теперь главное следить за язычками. Потому что поднимать такие рисунки очень сложно. Видите, получается совсем другой эффект. И теперь дошли до этого края. То есть у меня один край здесь. Нулевая платинка. Второй край. Это край изделия. Были только что эти две петельки. Пошли в правую сторону. Опять же линейкой. Оптом двигаем всех. Четыре ряда. И так далее. Пока мы не дойдем до нулевой платины. Вот. Пока я не дойду до нулевой платины. Не выдвину край ни иглы. Пойду в другую сторону. То есть дохожу до этого края рисунка. Иду влево. Дохожу до левого края раппорта. Иду вправо. Вот весь рисунок. Все очень просто. Он очень эффектно смотрится.